Основной задачей нашего визита было даже, наверное, не посещение объекта. Все-таки мы два дня очень плотно с руководством республики при личном участии господина президента и премьер-министра республики очень внимательно и тщательно рассматриваем возможности экономического развития в нынешнем условии республики Нижняя Осетия при делукованной поддержке Российской Федерации, с учетом тех программ, которые у нас действуют, с учетом того, что мы запустили новый инвестиционный цикл на 2022-2025 годы. И понятно, что у нас сейчас есть задача находить новые решения, которые позволят не просто получать субсидии от Российской Федерации, хотя, безусловно, это, я думаю, является и будет являться очень серьезной поддержкой и для обеспечения уровня заработной платы в целом по республике и государственном секторе. Но главное находить точки роста, когда инвестиции, частные инвестиции при поддержке, бюджетной поддержке, бюджета Российской Федерации, бюджета республики Нижняя Осетия позволяют развиваться и вставать на крыло таким предприятием, таким бизнесом, вот как, например, тот самый пивоваренный завод, где мы сейчас находимся. Как я понимаю, у него большая история, в советское время здесь было пивоваренное производство, скорее всего, связано с высоким качеством воды, которое здесь есть, с высоким качеством технологий, которые здесь всегда соблюдались. Два года назад было производство, ну не просто вот та новая, совершенно новое оборудование, новые технологии, высокий качественный продукт получается, с высокого качества и частоты вода. Российское оборудование, это значит, что инвесторы и собственники предприятия имеют право рассчитывать на меры поддержки со стороны, через нашу МЕС-программу, и поддержку будет оказывать. И таких примеров в республике должно становиться все больше и больше. Есть ряд успешков, примеров, которые запущены и функционируют. Есть ряд объектов, которые бы нам очень хотелось, которые по тем или иным причинам пока еще не начали работать, нам бы очень хотелось, чтобы они начали работать, тот самый базальтовый завод, запуском которого мы совместно с коллегами занимаемся, скажу же, второй год, наверное. Я очень надеюсь, что в конце этого года мы запустим производство, тем более, что арматура, которую этот завод выпускает, она очень востребована на рынке стройматериалов в республике Осетия и в России. Я думаю, что здесь эту проблему мы тоже решим. И яблочные сады, которые мы сегодня посетили, видно было, что люди занимались любовью, люди занимались профессионально. Кто вот эти сады засаживал, кто пытался начать там сельхозпроизводство, но по каким-то причинам не сложилось. И наша задача сейчас найти решение и административное, и экономическое для того, чтобы эти гектары земли, вот эти яблони, чтобы они все-таки начали плодоноситься, превратились в реальный бизнес. То есть можно было этот сельхозпродукт производить и поставлять его как на внутренний рынок, как и на экспорту. И очень хорошим примером является, что первая партия, две куры, пиво, которое произведено на заводе, где мы находимся, уже было экспортировано в Россию. Как я понимаю, собственники не без гордости об этом говорят, как они зашли на рынок, как они находят свое место, в том числе в крупнейших российских сетях. И я думаю, что у них все получится. Ну и безусловно, мы поселили от объектов, которые непосредственно относятся к инфраструктуре. То есть нам очень важно, чтобы те объекты, которые либо уже сделаны, либо будут сделаны, которые предназначены для того, чтобы повышать уровень экологичности, перерабатывать и утилизировать отходы, очищать воду населенных, повышать качество дорожного покрытия, освещения, чтобы все эти объекты, которые уже потрачены или будут потрачены деньги на инвестиционные программы, чтобы они максимально быстро вводили в строй, чтобы они приносили пользу, чтобы они повышали качество жизни в республике в целом, и гражданам в целом республике. Ну и, конечно, нам будет хотелось, чтобы россияне вспомнили о этих краях, о этих прекрасных горах и реках, как о центре притяжения для туризма. Мы считаем, что, конечно, потенциал колоссальный. Понятно, что, наверное, надо подумать об инвестициях в места размещения, в инфраструктуру, вопросы логистики, но, я думаю, оно того стоит. Есть, я уверен, определенная целевая аудитория, которая с удовольствием приедет в Осенье, с удовольствием насладится и природой, и воздухом, и водой, и местной кухней, и замечательной историей. И для этого, конечно, нам вместе с правительством и республикой надо будет отдельно продвигать проекты, связанные с логистикой и туризмом. Но для этого у нас тоже есть компетенция и видение. Я надеюсь, что с той сильной профессиональной командой, которая сейчас работает в республике, в правительстве республики под руководством, Аван Эдуардович, я думаю, что у нас все получится.